Видно. Правда, немножко, может быть, не яркое сегодня. Солнышко у нас очень сильное в Мурманске. Но я надеюсь, что все хорошо слышно. Самое главное здесь презентация, конечно же, как всегда. Тему сегодняшнюю я сформулировала так. От флеш-карточек до электронных книг. Литература в новом формате. Но под словом литература я понедохолонно. Мороз и солнце день чудесный. Возвращаемся к флеш-карточкам. Тему я сформулировала так. От флеш-карточек до электронных книг. Литература в новом формате. Под словом литература я здесь поднимала, скорее, даже не художественные произведения, какие-то определенные литературные произведения, а в общем, в самом широком смысле слова. Письменные произведения, любые тексты. Тексты, которые сочиняют известные авторы, писатели, поэты. Тексты, которые пишут сами читатели, школьники. В общем, все-все-все вместе. Вот постаралась это назвать, может быть, не очень удачно, но тем не менее, вот в таком формате мы сегодня поговорим. Ключевое слово здесь, конечно, новые форматы. Я попыталась набрать, вот такой небольшой набор сделала на свой вкус, необычных интересных форматов, в которых можно представить информацию, литературные тексты, научно-популярную какую-то информацию. В общем, все, что может вам пригодиться в работе в библиотеке, в школе, в других учебных заведениях, возможно. В общем, необычные библио и учебные форматы. Вот об этом пойдет речь. Начнем мы с такого необычного формата, как комиксы. Сейчас один из форматов, который стали активно использовать и в учебной деятельности, и в библиотечной практике. Хотя, на первый взгляд, жанр довольно несерьезный. Комикс – это маленький рассказ в картинках, напомню, серия картинок, которые связаны между собой, сюжетно, друг с другом. Бывают комиксы, которые понятны и без слов, их называют немые комиксы. Ну, а есть, как сейчас на экране, комиксы с так называемыми пузырями с баблами, в которые вставляются реплики персонажей в виде облачков. И находятся рядом. Внизу может быть еще какая-то текстовая информация от автора. Как правило, классический комикс – это три картинки, но бывают варианты. Сейчас комиксы, вообще-то, стали одним из популярных жанров массовой культуры. Можно к ним относиться по-разному. Кому-то это нравится, кто-то считает, что это не стоит внимания. Но так или иначе, сейчас начали появляться комиксы не только развлекательного характера. Есть комиксы по истории, по литературе, которые перелагают классические произведения. Например, классика Уильяма Шекспира в Британии оформили в виде комиксов. Пересказали его произведения для детей таким образом. Исторические комиксы в Японии применяются для обучения школьников. Их 48-томная история в Японии была таким образом издана для обучения. В общем-то, стоит, на мой взгляд, обратить внимание на эту необычную форму работы. Можно ее попробовать и для развлечения, и для обучения. Чтобы уйти от понятия развлекательного комикса, сейчас серьезные вещи принято называть графическими романами. Один из самых известных графических романов был издан издательским домом Анны Франк. Назывался он «Поиск». Это комикс был посвящен Асвенциму, в котором рассказывается история бывшей узницы этого лагеря. Он переведен на многие языки мира, в том числе можно увидеть его и на русском языке. Поэтому вот такие вещи, более серьезные графические романы, можно создавать и самостоятельно, можно учебную информацию излагать в таком виде, а можно предлагать самим читателям и школьникам попробовать себя в этом жанре. У всех ли отсутствует звук? Я думаю, что звук нормальный. Ну вот, все отлично. Тогда можно выйти и зайти еще раз попробовать. Знаете, что-то в компьютерных настройках не так, если нет звука. Итак, если мы решили создавать комикс, собственно, с чего начать? О чем будет он? Это первый вопрос. О чем создается комикс? В библиотеке это может быть комикс по страницам книги. Например, выбрать какие-то интересные эпизоды из книги, отобрать, продумать, какие герои, кто что будет говорить, какие-то, может быть, реплики из художественного произведения выделить, нужные слова от автора и так далее. То есть, по сути, предварительная работа перед, собственно, самим комиксом – это знакомство с книгой, прежде всего, по которой будет он рисоваться. Поэтому это важная часть работы, наверное, самая важная. А нам же нужно привлечь внимание к книге. Поэтому вот таким образом мы привлекаем к ней внимание. Школьники, участники, кто будет во всем этом участвовать, продумывают, как, о чем писать, кто герой, где происходят события, декорации придумывают, фразы и так далее. То есть, пишут, по сути, маленькие сценарии для раскадровки. Можно, конечно, рисовать самостоятельно. Если у вас есть рисующие читатели и школьники, это здорово. Рисованные комиксы намного интереснее, чем созданные искусственно в онлайн-сервисах. Комиксы можно рисовать не только по художественным произведениям, какую-то информацию в них вкладывать, учебную, например. Можно проводить большое количество конкурсов. Проводится сейчас, я знаю, в библиотеках очень много. Мы в свое время проводили конкурс комиксов. Взяли расхожую фразу «Ты настоящий мурманчанин, если…» И нужно было нарисовать комиксы на эту тему. Получили много интересных и неожиданных работ. Наградили победителей. Поэтому это тоже хорошая форма организации, какой-то совместной деятельности. Но если с рисованием не очень хорошо, то можно попробовать, конечно, онлайн-сервисы. Для комиксов есть. Правда, их немного. Сейчас, к сожалению, некоторые из них исчезли, перестали функционировать. Я выбрала два. Один более развлекательный сервис, другой более учебный. Первый сервис – Райт Комикс. Он подойдет на тот случай, если вы не хотите нигде регистрироваться, дети не хотят нигде регистрироваться и хотят очень просто, с минимальным количеством затрат, сделать что-то простое, необычное и интересное. Райт Комикс – хороший вариант для работы. Здесь вы получаете просто пустую сценку, придумываете ей название. Внизу библиотека картинок, из которой можно добавлять сценки, персонажей, к ним облачка текстовые, добавлять какие-то реплики. Здесь Кириллица поддерживается. Вот так вот это все выглядит. Название, новую сценку, слова какие-то, которые будут появляться у персонажей. Мышкой эти облачка можно передвигать от одного персонажа к другому, чтобы было понятно, кто что говорит. Ну и в итоге все это сохраняем. Можно вставить на страницу сайта и блога, можно скачать и распечатать как картинки. Для чего это подходит? Для творчества читателей прежде всего. Здесь можно, конечно, какую-то учебную информацию внести. Правда, библиотека здесь не очень большая. Вы будете ограничены количеством сценок и количеством героев. Но для школьников, для небольшого возраста, 5-6 класс, вполне отличный простор для создания чего-нибудь необычного. Мы вот это вот в комикс были из проекта, вернее проект, который появился сам по себе. Лукавые запросы наших читателей, лукавые ответы наших читателей. На мероприятиях мы задавали какие-то вопросы, получали неожиданный ответ и все это коллекционировали. И оформили потом в виде комиксов. Вот таким образом получилось у нас. Другой сервис StoryBot в итоге вот примерно такое нечто у нас получилось. Ну, ссылку я вам дала, там несколько вариантов. Нужно посмотреть, как это было. Еще один сервис, он уже больше ориентирован на учебные комиксы. Больше для школы подойдет, хотя и в библиотечной практике тоже запросто можно использовать. StoryBotZ. Почему я его выбрала? Во-первых, потому что он на русский язык переведен, и поэтому работать в нем просто. Для работы необходима регистрация. Здесь есть бесплатный тариф. По бесплатному тарифу вы можете создавать два комикса в неделю. Кроме комиксов здесь есть еще и инфографика. Можно создавать инфографику. Если вы учитель, для учителей тут есть бесплатная демо-версия на 14 дней, где можно использовать все возможности этого сервиса без ограничений. Правда, только на 14 дней, но тем не менее. Бесплатно, без демо-версии можно создавать, повторюсь, два комикса в неделю, от трех до шести картинок в нем может быть. Я сейчас парочку ссылок вам отправлю. Первая ссылка – это обучение пунктуации, комикс на русском языке. А второй комикс – это литература. Как учитель литературы, правда, это на английском языке, но так или иначе, это комикс по Шекспиру, Ромео и Джульетта. Вот об этом. Такие комиксы можно создавать в этом сервисе, даже в бесплатном тарифе. Это все довольно несложно здесь. Плюс сервис – это не только русский язык, а то, что здесь очень большая библиотека всего разного. Здесь, как видите, много вкладок, много персонажей. Это всего лишь вкладка, которая называется «Взрослые». Там дальше есть и нейджеры, и дети, работа, виды спорта и так далее. Можно выбирать вплоть до монстров и мифологии, и животных, любых персонажей. Здесь большая библиотека сценок, картинок. Персонажи можно перекрашивать на свой вкус, как вы хотите, применять к ним разные фильтры, поворачивать, давать им эмоции, грустные, веселые, любые, какие вы захотите, мимику каким-то образом им отстраивать, руки, ноги передвигать и так далее. В общем, здесь это все красиво называется моделирование персонажей. В общем, здесь хорошие технические возможности, и можно попробовать не только для развлечения это использовать, но и какую-то интересную информацию, может быть, интересные тексты свои создавать, а может быть, по материалам прочитанных книг что-то придумывать. Так или иначе. Увесервис еще не очень хорошо освоен, и здесь мало примеров на русском языке. Я его пока оставила у себя в закладках. Со временем хочу попробовать в нем поэкспериментировать. Может быть, графика не всем нравится. Здесь своеобразная, конечно, анимация. Но так или иначе, возможности здесь большие, и можно их использовать. И в учебных целях, и не только. К сожалению, третьим сервисом у меня в списке шел известный сервис TUM.DO. Он, к сожалению, в конце прошлого года закрылся, перестал работать. И вот поэтому пока у нас два есть хороших инструмента для работы, которые можно использовать в плане создания комплексов. Если нас этот формат не очень привлекает, можно попробовать более обширный формат – интерактивные мультимедиа книги. Я немножко об этом формате начинала вчера говорить на вебинаре. Сегодня эту тему продолжу. Что это такое? Эти технологии позволяют создавать интерактивные мультимедиа книжки с различным контентом. Туда можно добавлять не только тексты и картинки, можно вставлять звук, озвучку, делать гиперссылки, опросы, викторины. В общем, возможностей много. Эти сервисы позволяют создавать книги с шелестом перелистываемых страниц, максимально приближенные к обычным книгам. Их можно вставлять на страницы сайтов и блогов, распечатывать, оформлять проекты различные в таком формате. Сервисов довольно много. Я выбрала те, которые бесплатные или более-менее бесплатные. Вот о них и поговорим сегодня. Первый сервис – небольшой Story Starters. Он вообще-то предназначен прежде всего детям. Ссылку дам сразу на сам сайт. А примеры у меня будут на скриншотах, потому что так будет удобнее. Мультимедиа. Мультимедиа. А я неправильно написала там? Да, извините, опечатка вышла. Да, очень торопилась. Спасибо за подсказку. Исправлю. Story Starter – сервис для создания небольших цифровых историй. В нем не нужно регистрироваться. Он прежде всего адресован детям и направлен на совместную деятельность учителя или библиотекаря и ученика. Единственная здесь может быть трудность в том, что он англоязычный. Но через Google Переводчик можно его перевести на русский язык и станет намного проще в нем работать. Правой клавишей мыши просто щелкайте в любое место сайта и выбирайте опцию «Перевести на русский язык». Если у вас Google Браузер, то все замечательно переведется. Итак, перед вами вот такое вот поле. «Переводчик» – это поле для генерирования будущей истории для книги или для чего-то другого. Здесь есть рычаг «Spin» он называется. Его нажимаем, он нажимается, интерактивный. И дальше у нас происходит генерация сюжета. Вот четыре окошечка генерируют нам сюжетную линию героя, что с ним будет происходить. Вот в этих четырех окошечках напишут нам, какую историю нам нужно сочинить. Это на тот случай, если у детей нет боязни чистого листа, не знаем, о чем сочинять, вот нам уже предложат нечто. Я поэкспериментировала, понажимала, мне, например, случайным образом сгенерировали такой набор для творчества. Рассказать о маленькой собачке, которая научилась играть в баскетбол. Ну, почему нет? Здесь и интересные варианты могут получаться. Если что-то не нравится, можно переиграть заново. А можно вообще пропустить этот этап и сразу приступить к созданию истории. Далее. Далее выбираем формат истории. Их тут бывает несколько. Можно создать текстовую заметку. Вот как сейчас на экране газетная статья будет. Какое-нибудь событие описать. Можно создать открытку. На одной стороне будет картинка, на другой – текст. Можно создать заметку в дневнике. Здесь несколько вариантов. Письмо другу написать. Будет у вас лист, как будто вы пишете письмо. И из этих форматов выбираем нужный. Ну и дальше просто начинаем добавлять сюда текст. Вверху вот сейчас вот там текст будет, а внизу в рамочке там написано «click, hit, to draw». Кликните сюда, чтобы нарисовать. Дополнительно здесь можно не только писать, здесь можно рисовать мышкой. Самостоятельно иллюстрации добавлять. Поэтому этот сервис прежде всего, конечно, для детей, которые любят сочинять, которые любят рисовать. Вот пример им для творчества. Кстати, здесь вот в этой газетной статье можно не одну страничку взять, а добавить новую страничку. И продолжить свое творчество. Получается, в итоге такая книга не книга, но нечто интересное, может быть, даже на нескольких страничках. Ну вот, например, открытка. Вот другой формат. Здесь с одной стороны текст, с другой стороны картинка, которую нарисовал ребенок. Это вот пример маленькой истории. Я знаю, что в детских библиотеках очень часто проводятся разные конкурсы, сказки с ладошку, маленькая рецензия, напиши письмо другу. Можно это сделать не в письменном виде на листе бумаги, а вот, если позволяют технические возможности, в электронном виде. Готовое вот этого творчества можно скачать на компьютер, распечатать и сделать выставку творческих работ в библиотеке, например, или в классе. Интересный сервис. Самое главное, здесь не нужно регистрироваться. Вы можете творить, выдумывать, пробовать прямо онлайн, потом просто скачать результат своего творчества и поделиться. Либо у себя на страничке в интернете, либо распечатанном виде. Интересный формат для детской работы. Отличный вариант. Давайте более серьезные посмотрим варианты. Об этом сервисе я вчера рассказывала. Для тех, кто не был вчера, еще раз повторю. Это тоже больше сервис для детей. Здесь тоже для создания собственных историй с помощью картинок и текстовых сообщений. Есть несколько форматов создания истории. Есть в виде книги. Так она и называется, Пикчебук. Книжка с картинками. Есть главы книги. Но это как обычная статья в интернете будет. Но Пикчебук мне показалась здесь самым интересным форматом. Поэтому о ней и расскажу поподробнее. В этом сервисе нельзя загружать свои картинки. Можно использовать библиотеку. Правда, библиотека здесь очень большая. И на все вкусы картинки найдутся. После регистрации вы открываете поисковую строку. Вписываете туда ключевое слово, какую картинку вам нужно. Например, для обложки вашей будущей книги. Правда, поиск на английском языке придется в Google переводчике перевести, если что. Ну и далее вам подсказывают набор картинок. Вы дают, выбираете то, что вам нравится и добавляете в книгу. Она тут же встает на первую страничку, на обложку. Вот таким образом, например. С левой стороны у вас картинки в том же стиле нарисованы, из которых вы можете выбирать. А внизу странички этой книги, которые вы добавляете. Каждую страничку можно редактировать. Кроме того, что там есть картинка, вы можете добавить текст. Сервис очень простой, очень быстрый. Здесь нет никаких инструментов для форматирования текстов, для форматирования картинок. Единственное, что вы можете мышкой немножко видоизменить положение на экране вашей картинки или текста. А все остальное сервис сделает за вас. Это как раз хорошо для детей, которые не очень настроены на долгую работу с сервисом. Им хочется быстро и чтобы интересно было. Да, на сервисе нужна регистрация. В этом сервисе да, нужно. Еще из дополнительных опций вы можете здесь делать коллективную работу со школьниками. Вы можете создать свой класс, добавить туда учеников. Приглашать их можно по электронной почте присоединяться в классе. Они присоединяются с помощью кода. В этом случае, я думаю, регистрация им не нужна. Вы им просто присылаете приглашение и высылаете код. Вам зарегистрироваться нужно, а вашим ученикам уже нет. Они по коду просто попадают внутрь вашей книги, и вы с ними самостоятельно, коллективно можете что-то вместе, совместный проект какой-то сделать. Например, общую классную книгу создать с картинками. Вот такой минимальный вполне сервис, очень простой. Кроме того, что здесь можно книжку с картинками создавать, здесь можно рисовать комиксы. Количество работ не ограничено здесь. Вот, пожалуй, все об этом сервисе. Комиксы можно рисовать и небольшие флеш-публикации с одной картинкой и текстом делать, как афишки. Все это вы можете, ну, флеш-публикации вы можете скачать, распечатать, а книгу вы можете с ссылкой поделиться. Единственный недостаток – то, что здесь нельзя ее вставить на страницу сайта и блога. Это платная опция. Я вам сейчас пару ссылок отправлю в чат, но они очень капризные, их нужно копировать и вставлять в браузер. Вы сейчас из чата их не откроете, потому что у них в названии есть «Кириллица», и они не воспринимаются как одна большая ссылка. Вот вам добавила парочку ссылок, совсем о них забыла. Пример работы, созданных в этом сервисе на русском языке. Ну, давайте посмотрим еще сервисы с большим функционалом. Если нам хочется больше интерактива. Опять-таки, сервис прежде всего для детей, но здесь можно и более взрослым, подросткам его уже предлагать. Я так, по возрастанию пошла, от маленьких к большому. Ссылки вверху в чате. Две ссылки я сейчас отправила. Правда, их надо из чата скопировать и вставить в браузер, чтобы они открылись. Из чата они сейчас работать не будут. Потому что в их названии есть «Кириллица». Итак, «Райт Ридер». Для небольших цифровых историй вы можете создавать свою историю, что-то придумывать, можете по каким-то произведениям, по мотивам создавать. Ну, вот, например, «Детских историй» я парочку примеров сейчас в чат тоже отправлю, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит. На выходе мы тоже получаем книгу с перелистывающимися страничками, в которую добавлен самый разный контент. Что сюда можно добавить? Принцип работы очень простой. Вы регистрируетесь, во-первых. Во-вторых, вам тут же предлагают несколько шаблонов для оформления будущей работы. Книга здесь будет не альбомного формата, а такого книжного. Книга как книга. Вот я в красную рамочку сейчас вынесла три шаблончика, из которых надо выбирать. Один шаблон просто текстовый, второй шаблон – это картинка и текст, и третья страничка, третий шаблон – это шаблон для совместной работы. В этом сервисе можно создавать онлайн-классы, тоже приглашать учеников по коду, по электронной почте рассылать им приглашение. Ученикам регистрироваться не нужно, они по коду и по ссылке заходят, учитель выдает им логин и пароль, они по этому логину и паролю попадают внутрь и могут работать, опять-таки коллективная работа здесь приветствуется. Возможности здесь побольше будет, наверное, потому что вы можете загружать свои картинки, во-первых, а во-вторых, еще можно добавлять звуковое оформление. Вот, например, так выглядит обычный текстовый шаблон. Да, ссылки на… если вы что-то не успели посмотреть, то ссылки есть в самой презентации, вот под каждым слайдиком у меня внизу написано «Пример». Это и есть активная ссылка, которую я вам в чат пишу, она же в презентации есть. Так что не волнуйтесь, если что-то пропустили, скачайте презентацию, там все это будет еще раз, можно будет посмотреть. Вот обычный шаблон для текста. Здесь страничка книги, она пронумерована, сюда вы вносите текст, печатаете. А если присмотреться, то с левой стороны значок микрофона. Вы можете этот текст озвучить, проговорить что-то, либо сам текст прочитать прямо в режиме онлайн, достаточно подключить микрофон, и все это тут же озвучивается. Либо вы можете какую-то дополнительную информацию, которую нет в тексте, еще сюда добавить. Далее знаком «плюсик» добавляем новый слайд и переходим к новой страничке. Количество страниц здесь не ограничено. В итоге, если вы работаете внутри класса, и у вас каждый ученик может создать какую-то свою цифровую историю, и вы можете в итоге все эти цифровые истории выстроить на такую полку, устроить выставку коллективных работ. Все это можно потом опубликовать у себя на сайте или в блоге, поделиться ссылкой, например, устроить конкурс творческих работ школьников не в формате сочинения, как они пишут, или какой-то эссе, а можно им предложить создать свою историю вот в таком формате, в электронном, но затем устроить вот такую небольшую микровыставку этих работ. Хороший вариант для творческих проектов, для любой исследовательской и проектной деятельности. Поэтому советую присмотреться к этому сервису. Дальше больше. А примеры я выше отправила. Write Reader, они есть, оба примера. Вы имеете в виду ссылку на электронную доску? Ссылки у меня нет, у меня только скриншот есть. Но если вы посмотрите обучалки, там есть одна обучалка с сайта «Дедактор», там, вероятно, есть ссылка на целую электронную доску, чтобы посмотреть на это поближе. Book Creator. Из названия понятно, что он тоже создает электронные книги. Это тоже довольно интересный вариант. Сейчас отправлю в чат ссылки на Book Creator, чтобы можно было посмотреть, как это выглядит. У Book Creator еще больше возможностей, потому что он делает эти книги более интерактивными. Кроме картинок, текстов, можно добавлять еще разный интересный контент. Принцип работы тот же самый. Вы регистрируетесь и можете создавать здесь книги, используя тексты, изображения, аудиозаписи, видео и карты. Можно вставлять. Бесплатный аккаунт. Здесь 40 книг позволяет создать. В общем-то, достаточно много. Можно развернуться. Панель инструментов здесь очень простая. Вам тут же дают пустую страничку, она называется «Обложка». Вот такая. Любую картинку туда загружаете. А далее можете добавлять разный контент. Есть вкладка «Медиа». Из этой вкладки получаем целый список инструментов. «Импорт». Здесь вставляются свои картинки, загружаются с компьютера. Дальше. Есть камера. Это если у вас подключена веб-камера, вы можете сделать такой снимок. Текст. И последняя кнопка «Record». Она позволяет озвучивать все, что вы создали в вашу страничку. Добавлять какой-то звуковой комментарий. Есть вкладка «Комикс». Это новая вкладка. Она позволяет рисовать комиксы внутри этой книги с облачками, с персонажами и так далее. И кнопка «Shapes» позволяет добавлять разные формы, рамочки, такие вот объекты графические дополнительные. Я не назвала кнопку «Pen». О ней чуть поподробнее расскажу на следующем слайде, потому что она интересная. Ну вот, например, еще дополнительные настройки. Если после того, как вы некую обложку создали, что-то на нее добавили, вы можете ее еще и оформить. Во вкладке с буковкой «И» вы можете поработать дизайнером. Здесь можно залить фон, выбрать различные элементы оформления, пощелкать по вот этим кружочкам, рамочки добавить, разные другие красивости, если необходимо. Все это есть. Следующая, третья кнопка со стрелочкой, которая направлена вправо, это просмотреть готовую книгу. После того, как вы все красиво оформили, можно все это посмотреть, полистать, как будет выглядеть в итоге. Теперь о кнопочке «Pen». Вот она. Эта кнопка позволяет рисовать. Рисовать мышкой. Правда, это даже целое интеллектуальное рисование, потому что как только вы начинаете рисовать, вам тут же автоматически предлагают варианты вашего объекта. То есть как будто бы рисование заканчивает за вас. Здесь есть библиотека каких-то нарисованных фигур. Вы начинаете что-то рисовать, и вам уже подсказывают, вы выбираете из того, что вам предлагают, рисованную картинку. Правда, я пока на практике это сама не пробовала порисовать, но говорят, что это здорово. Так что можно попробовать. Сервис пропагандирует это, называет это интеллектуальным рисованием. Не знаю, как на практике, но если у вас есть возможность, попробуйте, будет интересно посмотреть. По итогу, после того, как все готово, можете поделиться своей книгой. Во-первых, ее можно распечатать. Во-вторых, ее можно скачать в формате электронной книги. И, не знаю, формат e-pub позволяет загружать в читалки, насколько я понимаю. И эту книгу, если скачать, вы можете ее в читалку добавить, и она у вас получается такая вот уже действительно книга-книга. Ну и, наконец, можно опубликовать в режиме онлайн, вставить на страницу сайта e-pub блогов, получить ссылку. В общем, Book Creator – это отличный, мне кажется, сервис, очень интересный для работы. Можно попробовать. Единственное, что здесь нет, правда, коллективной работы, вот это всяких виртуальных полок, на которых можно выставлять работы. Но здесь тоже много интересных возможностей, поэтому рекомендую. Еще один сервис – StoryJumper. Вот он хорошо освоен российскими пользователями. Если вы внутрь попадете, увидите, что там очень много ссылок, интересных работ, очень много проектных работ. Сейчас я вам ссылочки опять в чат отправлю. Они вот такие многоэтажные, но так или иначе по ним можно пройти. Здесь я бы пыталась собрать самые разные. Здесь истории, созданные самими школьниками. По объему ограничения на одной странице я нигде не видела в описании сервиса ограничения текста. Но мне кажется, он ограничен только самим размером страницы. То есть страница закончилась, и текст уже не добавляется. Форматировать текст там нельзя делать больше-меньше, поэтому вот ограничения только по размеру страниц, я думаю. Ой, нечаянно промахнулась. Сейчас продолжу добавление ссылок на этот сервис. Что хотелось о нем сказать? Здесь есть работа, созданная учителями, библиотекарями, есть проектная работа, сами школьники что-то сочиняют. Вот последняя ссылка, которую я сейчас добавлю, это проектная деятельность рассказа о своей семье, например. Часто мы задаем задания разнообразные, рассказать о своей семье, составить генеалогическое древо, может быть, еще что-то такое. Почему бы не сделать это в электронном виде, как книжка с перелистыванием страниц? Здесь даже не книга, а здесь даже альбом. Тут обложка хлопает с другим звуком, не так, как перелистываются странички. Ощущение, что это твердый альбом, который внутри перелистывается со страницами. Правда, сервис здесь ориентирован, конечно, на тексты и картинки. Здесь нет каких-то интерактивных элементов, кроме того, что эффекты звуковые. Но он бесплатный. Вы можете работать самостоятельно. Здесь есть возможность организовывать классы для учителей. Класс, правда, открывается не навсегда, а на определенное время. Вы должны выставить таймер. Оптимально класс открывается на полтора часа, но я понимаю, что этого мало, поэтому здесь можно увеличить это время произвольно, как хотите. Это все делается для организации учебной работы. То есть вы даете домашнее задание, даете время на его выполнение. Допустим, там один день школьники заходят по ссылке и работают. Готовые работы можно вставить на страницу сайта и блога. Скачивание и распечатка – это уже платная опция. Бесплатно вы можете вставить у себя на сайт и в блог и ссылкой делиться. Вот, пожалуй, и все. Здесь есть шаблоны для оформления. Здесь вы можете начать с чистого листа, как угодно. Вот сейчас перед вами рабочее поле. Странички книги вверху. Макет. Там есть и обложка, есть и описание книги. Как титульный лист он будет называться, наверное. Ну и дальше разворотки. Вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Странички можно добавлять, если их недостаточное количество. По количеству здесь ограничений нет. С левой стороны библиотека элементов. Здесь есть персонажи, их много, нарисованные, самые разнообразные. Они анимированные. В общем, если вы хотите нарисовать комиксы или что-то такое интересненькое, то можно использовать их. Есть вкладка «Сцены». Это задний фон, бэкграунд, декорации, в которых будет разворачиваться. Есть кнопка «Фото», с фотографией можно добавлять. Там вы можете загружать свои любые изображения, которые захотите. Количество своих картинок здесь тоже никак не ограничивается. Сколько угодно можно добавить. Ну и наконец, последняя вкладка «Тексты» для того, чтобы напечатать какой-то текстовый фрагмент. После того, как вы что-то добавили, ну вот я, например, про «Северного оленя» начала создавать. Нашла подходящий фон, нашла картинку подходящую в самой библиотеке. Добавила текстовое облачко. Тексты можно по-разному оформлять. К текстам можно применять разные эффекты. В виде облачка, в виде вот такой рамочки интересной. Это украшит работу и сделает ее интереснее. После того, как вы добавили нужное количество страниц, полистали, посмотрели, и вам все понравилось, нажимаем на кнопку «Сохранить» и сохраняем. Делиться можно в социальных сетях, встраивать на странице сайта и блога. Там есть, конечно, кнопка «Даунлод», но она платная. И распечатка тоже, к сожалению, платная. Если хотите, вы отдельные картинки этой книги можете как скриншоты сохранить. Допустим, если вы рисовали какие-то комиксы, то можно потом их сохранить как картинки и распечатать все на компьютере. Почему нет? Ну, конечно, эффекта перелистывающихся страниц уже не будет. И напоследок поставила сервис H5P. Он, вообще-то, сервис-многостанучник. Он позволяет создавать огромное количество интерактивного контента. Если вы когда-то с ним работали хотя бы раз, вы, наверное, были приятно удивлены количеством, чего там можно создать. Там более 46 шаблонов самых разнообразных, начиная с презентации, заканчивая флеш-карточками, интерактивными плакатами, дидактическими играми, викторинами и тому подобным. Поставила я его на последнее место, потому что, на мой взгляд, он более сложный для освоения, тоже для пользователей, которые не новички в интерактиве. И там понадобится время для его освоения, конечно же. Он на английском языке. Но чтобы сделать скриншот, я перевела на русский, чтобы было понятнее без дополнительных надписей, как это все работает. Здесь не такой красивый может быть интерфейс сам, но на выходе получаются отличные крутые вещи, на самом деле. Я с комментарием согласна. Очень круто все выходит. Шаблон называется «Интерактивная книга» – «Интерактив Бук». Вы регистрируетесь в сервисе. Далее выбираете шаблон «Интерактивная книжка». Лучше перевести все сразу на русский язык, так будет проще и понятнее. На первых парах все той же правой клавишей мыши. Обложка. Пойдем сверху вниз. Загружаете любую картинку для обложки. Далее даете заглавие. Про мусс Древней Греции я, например, начала нечто создавать. Назвала ее. Дальше. А дальше у нас первая глава. Он мне сервис не очень интересно перевел в список содержимого столбца, но по сути это первая глава книги. Первая страничка. Далее на эту страничку вы можете добавлять самое разнообразное содержание. Я открыла выпадающий список, это еще не весь, только часть этого списка. Туда можно, как видите, добавить аудио, презентации, игры разные. Вот перетащить и перетащить текст – это игры со словами. То, что перевелось как стол, на самом деле тейбл – это таблица. Дальше. Интерактивные плакаты, так называемые горячие точки. Образ – это картинки, интерактивное видео, ссылки, игры со словами, игры на запоминание. Множественный выбор – это викторина с выборами ответов. И дальше, если этот список пролистать, он практически бесконечен. Там около 50 элементов, которые можно добавить внутрь вашей книги. Выбираете нужный вам. Например, я выбрала текст. Открывается окошко и туда его вписываете. На одну страничку вы можете разместить сразу много всего. Вы можете не только текст, добавить к нему картинку, видео, можно игру тут же какую-то предложить. И у вас книжка по-настоящему получается интерактивная, можно в нее играть. Я вам ссылку отправила на работу. Посмотрите, там довольно интересные есть варианты. Ну вот, например, я выбрала викторину. Тут же открывается новый шаблон – викторина. Вам предлагают минимальные настройки. Например, предлагают как индикатор ответов на вопросы в виде точек. Предлагают выбрать, сколько процентов нужно правильных ответов дать, чтобы двигаться дальше. А дальше внутри викторины опять вам предлагают выбрать, какие варианты вопросов. Может быть, с множественным выбором. Вопросы, где нужно что-то куда-то перетаскивать. Но это имеется в виду слова. Перетаскивать мышкой. Заполнить бланки – это заполнить пропуски, отметить нужные слова, верный-ложный ответ и так далее. Выбираете вариант вопроса, у вас открывается новый конструктор, и вы туда вписываете вопросы. Здесь есть еще дополнительно. Вы можете навигацию оформить красиво, перемешать вопросы для викторины. В общем, здесь очень много возможностей. Конечно, понадобится время, чтобы во всем этом разобраться. Но на выходе очень здорово все получается. Вот как раз для вопроса вот такие вот с правой стороны второй этап. Выбрали вы вопрос, например, я обычно выбрала классический вопрос, множественный выбор. Дальше сам вопрос, варианты ответов, их можно добавлять. Отмечаем правильно-неправильно и все это сохраняем. В любой момент вы можете просмотреть вашу книгу, полистать, если что-то не понравилось, вернуться и опять заново все переделать. По сервису H5P много есть обучающих материалов. Достаточно один какой-то продукт создать, и уже остальное все будет намного проще. Интересный, необычный сервис. Он без ограничений, он абсолютно бесплатный. Можно пользоваться в любых целях и в любом количестве, как угодно. Но он для индивидуальной работы. Готовую книгу вы можете разместить на сайте и в блоге, получить на нем ссылку. Ну вот о книгах, пожалуй, все. Об электронных, все, что знала, все рассказала. Давайте пойдем дальше. Поговорим о так называемых текстовых квестах. Что это такое? Наверняка, если вы работали с читателями-школьниками или с учениками, то наверняка, когда проходили какое-то литературное произведение, детям не всегда нравилось, как оно заканчивается. Они предлагали свои альтернативные концовки, как бы им хотелось, чтобы заканчивается. Либо они начинали фантазировать на тему, а что было бы, если. Вот для этого есть сервисы, которые позволяют создавать так называемые текстовые квесты или ветвящиеся истории. С помощью этих сервисов можно создавать сценарий какого-то текста, не обязательно придуманного, можно просто придумать альтернативные развития событий. Там все будет зависеть от выбора самого читателя. То есть читатель, читая текст, доходит до момента, когда ему предлагается выбор. Это вот как в сказках. Налево пойдешь, это произойдет, направо пойдешь, вот это случится. Вот так и в текстовых квестах. Вы читаете текст, доходите до момента выбора. Вам нужно выбрать, например, что произошло с героем из двух или из трех вариантов развития событий. Вы выбираете и идете дальше по своему собственному сценарию. Вот такая история получает развитие в нескольких вариантах, сколько вы напридумывали. Дальше вы доходите до какого-то момента и опять нужно сделать выбор. И такая многоветвящаяся история получается. Их еще называют текстовыми квестами. Можно это рисовать, придумывать на бумаге, а можно использовать онлайн-сервисы для этого. Детям иногда нравится это сочинять. Правда, это уже на ступеньку выше, чем электронная книга, потому что здесь внимание уже к сценарию. Это уже, конечно, вариант для работы для более старших школьников, для подростков, может быть, для студентов, которым интересно действительно создание неких цифровых историй. Им нравится описание сценариев, особенно если у вас какая-то студия есть у юных журналистов. Можно им предложить такие варианты. Для начала этот сценарий, конечно, рисуется на бумаге, а затем воплощается в цифры. Два сервиса я выбрала. Один на английском языке, второй на русском. Первый на английском – Inkelright. Это позволяет создавать такие истории с выбором сюжета. Чтобы было понятнее, я сейчас вам ссылку отправлю, как это сделано. Это, конечно, пример абсолютно. Виртуальная экскурсия с несколькими маршрутами. Вам предстоит выбрать, по какому маршруту вы пойдете. Как видите, здесь можно не только какие-то приключенческие истории создавать, но можно и, например, виртуальные экскурсии. Несколько маршрутов, а читатель сам выбирает, к какому объекту ему нравится, о каком объекте ему нравится узнавать. Сервис очень минималистичный. Вот рабочее поле в виде такого деревянного экстерьера, скажем так. Ну, а далее вот с правой стороны сама история. И к ней несколько вариантов событий. С левой стороны минимальные варианты для оформления. Добавление тексты, добавление картинок – это самая последняя кнопочка. Ну, и плюсиком добавляется новая страничка, новая страница в вашей истории. Ну, вот я для примера просто начала создавать некую историю, загрузила картинку и начала писать. Однажды в темном-темном лесу я встретил. А дальше у меня идет разветвление. Я нажала на кнопочку «Add Condition», и у меня появилось три варианта развития событий. Выбор героя – чудовище, медведь и белый котенок. Их можно добавлять. Как видите, внизу есть еще кнопочка «Add Options». Добавляем новых. Здесь количество персонажей, количество вариантов развития событий не ограничено. Столько, сколько вы хотите, сколько хватит фантазии. А дальше, если вы видите, вы с каждым сюжетным ходом – стрелочка, которая позволяет перейти на новый уровень и развивать сюжет дальше. Ну, например, вот я выбрала чудовище, и дальше пошла продолжать историю. Чудовище набросилось на меня со словами. И дальше опять разветвление событий, опять некие действия, некие сюжетные линии, и каждая опять стрелочка. И вы продолжаете в том же духе дальше. Такое разветвление истории может быть совершенно бесконечным. Главное не забывать, чтобы все сюжетные линии были завершены, чтобы история не обрывалась на полусловие. Вам сервис периодически будет давать подсказки, какая история не закончена. Вы можете к ней вернуться и продолжить эту сюжетную линию до того, как она не завершится. Дети будут в восторге, я надеюсь. Поэтому рекомендую. Сервис тут максимально простой. Даже несмотря на то, что он на английском языке, работать в нем интересно. Вот так можно бесконечные истории создавать с детьми. Второй вариант – квестбук. Это тоже сервис для создания самых разных ветвящихся историй. Он на русском языке. Это наши авторы, наши программисты. Они придумали свое собственное название для таких книг. Они их назвали «стори-геймы». Ну, истории игры, скажем так. Этот сервис более развлекательный. Здесь собрано много примеров. Учебных здесь на самом деле немного. Здесь в основном сплошное развлечение. Ну, я вот, например, выбрала такие более-менее, которые можно школьникам порекомендовать. Ну, например, «Доберись до школы». Ну, какой-то маршрут, нужно безопасный маршрут выбрать, как добраться до школы, например. Вот, например, виртуальный тур в виде такого гейма. Ссылку дала. Что касается «Пыталась найти что-то по литературе, по истории», ничего не нашла такого более-менее интересного. Нашла вот «Стори-гейм по средним векам», например, «Миддл Эйдж». Квестбук. Здесь все еще намного проще, потому что здесь есть всплывающие подсказки на русском языке. Здесь нужно зарегистрироваться, а дальше можете создавать, выдумывать, пробовать неограниченное количество «Стори-геймов». Интерфейс очень простой. Вы здесь пишите некую историю, дальше добавляете действия. Вот оно плюсиком отмечено, переход к новому этапу. Сюда вы можете добавить уже альтернативные развития событий. Здесь тоже их может быть неограниченное количество. Вписываете и дальше переходите на новый этап. Здесь, как видите, можно добавить иллюстрации, можно что-то копировать, вставлять, немножко редактировать текст. Ну и, естественно, все это сохранить и просмотреть в любой момент, что у вас получилось. Ну вот, например, я нажала «Новое действие», у меня опять появилась… Ну, я некую историю попыталась воссоздать. Допустим, опять выбор персонажа. Встретила я там «Кота, собаку, лесу» для примера, вписала. А дальше у вас каждому этому персонажу будет своя история, и дальше она будет продолжаться, и дальше вы ее будете редактировать. Походу, если обратите внимание, с правой стороны нам сервис выдает ошибки. Если какая-то сюжетная линия не завершена, если что-то не закончено, он вас в ошибках об этом напишет и укажет на недочеты вашей истории. Здесь еще есть дополнительная навигация. Всю вашу историю многоступенчатую сервис будет рисовать в виде такой ментальной карты. И вы можете по этой ментальной карте очень быстро передвигаться, особенно если история у вас длинная и запутанная. И если вам что-то быстро надо найти, то вот вам здесь поможет сервис. Здесь есть всплывающие подсказки, есть здесь справочная информация. Даже особых обучалок здесь не надо. Единственное, что, конечно, это надо придумать историю саму. Придумать, продумать. Дети тут большие фантазеры, поэтому в этом смысле, наверное, проблем не будет. Единственный здесь недостаток, который я заметила, даже не то, что здесь мало таких квестов интересных, а то, что как только вы публикуете ваш сторигейм, он тоже становится достоянием общественности. Здесь есть форум и есть обсуждение, и есть комментирование. Насколько я поняла, комментарии закрыть здесь нельзя, поэтому будьте готовы к тому, что вашу работу могут откомментировать и не всегда в лучшую сторону. Поэтому, ну, вот такой плюс-минус сервиса тут уже как смотреть, но так или иначе здесь есть такая особенность, довольно резкие комментарии могут быть, поэтому к этому надо быть готовым. А все остальное здесь очень несложно. Можно попробовать тот и другой сервис, выбрать, что вам больше нравится. Вот про ветвящиеся истории, пожалуй, все. Осталось у меня совсем немного времени. Буквально пару слов расскажу еще все-таки о флеш-карточках и об аудиоисториях, о которых я заявляла в названии. Вебинара. Аудиозаписи и саундтреки. Когда-то было довольно много сервисов для создания разных озвученных историй. Был известный сервис Playcast, были еще несколько сервисов. К сожалению, большинство из них закрылись. Рассказывать-то особенное не о чем стало, но пару сервисов я все-таки нашла, решила о них рассказать. Если вам нравится создавать аудиоистории, опять-таки возвращаясь к детской аудитории, то можно попробовать сервис, который называется Little Bird Tale. Маленькие звуковые истории на основе картинок. Этот формат подойдет для работы с детьми, может быть, даже для дошкольников. Потому что здесь, в общем-то, принцип, похожий на Story Starter, о котором я рассказывала в самом начале. Ребенок может нарисовать иллюстрацию, либо загрузить готовое изображение, а затем к нему можно добавить озвучку. Например, можно нарисовать иллюстрацию книги и озвучить отрывок из этой книги. Например, стихотворение какое-то прочитать и к нему нарисовать иллюстрацию. Сервис ориентирован прежде всего на детей. Тут аудитория детская. Кнопочек, как видите, всего три. Запись, Play, Stop. И все, пожалуй. Внизу инструменты для рисования, либо для загрузки своих картинок. К сожалению, сервис стали монетизировать. Это очень грустно, потому что здесь сейчас бесплатный тарифный план действует только на 10 мегабайт. Если по картинкам переберете, загружать будете очень тяжелые картинки, то вам откажут. Есть демо-версия 21 день. Здесь можно создавать классы и приглашать туда школьников. Вот, пожалуй. Как только демо-версия заканчивается, ну вот на этом и заканчивается эта работа. Поэтому, если вы хотите работать с классами, то придется несколько аккаунтов создавать на 21 день каждый. Ну, а вот бесплатный тариф только весом ограничен 10 мегабайт. Поэтому имеет смысл рисовать. В сервисе рисунки весят меньше, чем готовые картинки, которые вы загружаете. В общем, об этом сервисе дополнительно рассказывать, пожалуй, и сложно, потому что здесь грузим картинку, загружаем озвученную, озвучку и все. Готовую работу можно ссылку, конечно же, получить и вставить на страницу сайта и блога. Аудио формат, ну, вашу аудиозапись скачать, вы можете ее просто записать сразу на компьютер. Скачивание здесь не предусмотрено. Здесь весь смысл в том, что мы озвучиваем картинку и потом это публикуем у себя на сайте или в блоге. Пожалуй, все. И еще один сервис – ВОКИ. О нем я тоже рассказывала на одном из вебинаров по анимации. Сервис для создания говорящих аватарок. В общем-то, его можно использовать не только в развлекательных целях, но и в учебных познавательных. Например, хорошая идея создать конкурс чтецов. Дети часто читают стихи, и конкурсы эти часто проходят в библиотеках и школах. Почему бы им этот конкурс организовать не вот видео снимать себя любимого, а сделать себя в виде аватарки. И аватарка, чтобы вашим голосом читала это стихотворение. Вот я вам пример такой аватарки сейчас в чат отправила. Это одна из читательниц нашей библиотеки, озвучивала. Я ее воссоздала в виде аватарки и добавила к ней вот эту озвучку стихотворения. Сервис очень простой, тоже, в общем, для детей в основном ориентирован, конечно же. Здесь, во-первых, вы регистрируетесь, выбираете себе персонажа, одеваете его, даете какой-то задний план, задний фон выбираете из библиотеки. Ну и дальше последняя кнопочка с микрофончиком, она позволяет озвучить персонажа. Можно прямо в режиме онлайн это сделать через микрофон, либо можно загрузить свой аудиофайл. Я надеюсь, детям это будет интересно и необычно. Я хочу своим школьникам предложить такие аватарки посоздавать на каникулах, пока есть время, свои любимые стихи почитать. Единственное сразу о минусах. Сервис бесплатный до определенной степени. Три аватарки можно бесплатно создать и нет возможности встроить на страницу сайта и блога. Раньше было, сейчас уже нет. Можно ссылку только получить на аватарку. Единственный недостаток. А так очень интересно в нем работать и самое главное очень просто. Хороший вариант, можно не обязательно стихи читать, можно, например, рассказать о чем угодно, о своем друге рассказать. Для учителя английского языка можно какой-то топик рассказать небольшой. Единственное, опять-таки, ограничение до одной минуты должна быть озвучка. Ну, несколько предложений за это время можно успеть. Можно о любимой книге подготовить рассказ. В общем, тут вариантов может быть очень много. Здесь можно аватарку представить, кстати, не видеть человечка. Видеть неодушевленного предмета. В общем, кто как себя видит, тот так и представляет. Интересно, необычно. Защита персональных данных, опять-таки. То есть лицо вашего ребенка никто не увидит, на самом деле. Поэтому советую интересный сервис для детской аудитории. Ну и, наконец, флеш-карточки. Это уже такой формат для мини-викторин. Вообще-то флеш-карточки прежде всего предназначались для обучения иностранным языкам. На одной стороне писалось название, какой-то термин на английском, на другом языке. А наоборот, его перевод. Со временем флеш-карточки перекочевали в электронный формат. И сейчас можно разные викторины создавать. Несколько вариантов предлагают тоже. Как можно поиграть с флеш-карточками, например. Например, можно... Мы, например, вот с детьми читали на уроках нашу региональную литературу. У нас говор северный поморский. Коренные жители Кольского полуострова Поморы. Очень много неизвестных поморских слов в литературных произведениях встречается. Мы их разбирали, выясняли их лексическое значение. Ну а потом можно устроить игру с карточками. Поморское говоре. Игра получается. С одной стороны слово из говора, с другой стороны его перевод на современный литературный язык. Почему сервис я этот выбрала? Он очень необычный. Сначала вам предлагают просто запомнить слова, соотнести их с картинками. А затем сервис начинает с вами играть. Предлагает вам, например, выбрать из трех картинок одну правильную. Либо три варианта ответа нужно выбрать опять-таки из трех верной. Либо вписать слово. В случае, если вы ответили правильно, то карточка вам будет улыбаться. И в случае, если неверная, карточка будет хмуриться и сердиться. В эту игру можно играть не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах. На мобильниках даже интереснее будет. Вот такая игра самопроверка. Проверил сам себя, насколько хорошо ты усвоил тот или иной материал. Другой вариант развития событий – барабук. Тоже сервис для создания карточек. Но у него чуть побольше возможностей будет. Здесь можно не только индивидуально играть, но и устраивать коллективные игры. Сервис прежде всего ориентирован на мобильные устройства. Сам набор карточек вы создаете на компьютере, а детям даете ссылку, чтобы они могли просматривать это на своих мобильных устройствах. Есть несколько вариантов игр в этом сервисе. Опять-таки, можно выбрать один вариант из нескольких. Можно ответить на вопрос, вписать слово, подобрать пару и все что угодно. Там пять вариантов игр самых разнообразных. А еще вы можете в режиме онлайн прямо в классе или на мероприятии библиотеки провести командную игру. Поделите класс на две команды. Вот улитки против утят. Запустите эти карточки. И участники будут отвечать на вопросы. Вопрос с одной стороны, ответ с другой. Ну и кто больше баллов наберет. Опять-таки, отвечать они будут на своих мобильных устройствах. Плюс сервиса в том, что он русскоязычный. В нем, в общем-то, все понятно. Можно еще и обучалки почитать, более подробно познакомиться. Кроме того, что можно здесь тексты делать, еще и картинки прикреплять. Поэтому интересный формат для коллективной работы на уроке, для онлайн-мероприятий. Если хочется не очень сложного чего-то и быстрого, GoConnor – тоже сервис для создания флеш-карточек. Его я выбрала за красоту. Вот пример двух викторин, созданных в этом сервисе. Их можно вставить на страницу сайта и блога, они будут смотреться еще красивее. Они перелистываются. Очень красиво, одна выезжает поверх другой. А делать их очень просто. С одной стороны пишите вопрос, к нему можно загрузить изображение, с другой стороны зелененькое, пишите ответ и опять добавляете картинки. Карточки переворачиваются. Так можно делать и викторины, и просто какие-то игры с самопроверкой. И все это предлагать в качестве какого-то контроля и проверки. Ну и еще интересные, опять-таки, возвращаясь к сервису H5P, еще парочка интересных идей для викторин. Сервис позволяет создавать так называемые флеш-карточки двух форматов. Традиционные флеш-карточки, они выглядят как викторина и тоже очень красиво смотрятся. Вот ссылку я вам первую отправила в чат. Создаются они тоже максимально просто. Все тот же H5P и все тот же очень простой конструктор. Вопрос – это лицевая сторона карточки, ответ – это оборотная сторона. Можно добавить изображение, вписать в подсказку, если участник затрудняется с ответом, ну и немножко сделать настроек. Дальше добавляем новую карточку и точно так же с ней поступаем. Можно создавать литературные викторины. Например, узнай автора произведения, угадай книгу по описанию. Эта игра еще называется «Книжные жмурки». В библиотеке слышала такой термин. С одной стороны, описание книги, например, предмет шарообразной формы, хлебобулочные изделия отправляются в лес с целью и так далее. А с другой стороны, ответ – колобок. Вот таким образом можно устраивать маленькие литературные игры. У нас викторина чуть посерьезнее, у нас нужно назвать автора того или иного произведения. Другой вариант – если флеш-карточка озвученная. К этим флеш-карточкам можно прикреплять озвучку. У нас были когда-то аудиозаписи. Мы озвучивали поэтов, лауреатов и юбиляров в 2018 году. Это было. Сохранилось много озвученных файлов читателями нашей библиотеки. Мы сделали викторину на основе этих озвучки. С одной стороны, название произведения и его чтение. Можно послушать само стихотворение. А с другой стороны, ответ – нужно угадать автора. Таким образом, можно сделать озвученные флеш-карточки. Их тоже размещать и на сайтах, и в блогах. Интересный вариант. Ну и последнее. Буквально уже несколько слов. Интерактивные рабочие листы. Это уже больше формат для, конечно, школы. Но так или иначе, можно создавать очень интересные электронные публикации с большим количеством интерактива. Например, донести какую-то информацию, видео, текстовую, любую. А затем дать несколько заданий, чтобы участники сами себя проверили, свои знания, умения и так далее. Ну вот пару, да не пару, тройку, наверное, ссылок сейчас в чат добавлю. Интерактивные листы сделаны с помощью сервиса, который называется Vizor.me. На сегодняшний день он самый красочный, самый интересный. Вот, пожалуйста, три ссылочки. Он позволяет создавать действительно интерактивные публикации, в которых можно добавить много чего. Вопросы разные, открытые, закрытые, с выбором. Заполнить пропуски, подобрать пару, заполнить таблицу, отсортировать что-либо, какие-то объекты, нарисовать. Ну и традиционные тексты, картинки, видео и ссылки. Встраиваемые объекты любые, по коду, какие захотите. Можно внутрь добавить презентацию, можно какой-то видеоролик загрузить. В общем, карту добавить тоже по коду запросто. Можно даже дискуссию организовать, если хотите. Правда, школьникам придется зарегистрироваться, чтобы принять в ней участие. Но так или иначе, вы можете даже такой формат выбрать. То, что под замочками, это платные опции, это игры со словами, пазлы словесные и рефлексия. Рефлексия. Не очень себе представляю, как это выглядит, но, наверное, это не особо и важные блоки. Как конструктор блочный, выбираете нужный блок, добавляете свой интерактивный лист. Количество заданий здесь не ограничено, любую информацию добавляете, а участники, потом получив ссылки, могут с этим интерактивным листом работать. Если вы учитель, вы можете попросить их зарегистрироваться, и тогда в статистике вы будете видеть, как участники отвечают. Если просто для самопроверки, то в любом случае у вас статистика в личном кабинете будет, вы можете все равно посмотреть, сколько участников поработало, как они поотвечали, скорректировать что-то. Это хороший вариант для проверки знаний, да и просто, может быть, для более подробного информирования по какой-то тематике. Есть различные оформления интерактивного листа. Для красоты можно выбрать либо шаблон, либо самому залить необходимым цветом, выбрать минимально шрифты и возможности для оформления. На выходе получается очень красивая вещь интерактивная, с которой можно работать и которую можно использовать в работе. Не флеш-карточка, но тоже интересный, на мой взгляд, любопытный формат. В общем-то, о необычных форматах можно говорить бесконечно. Я только выбрала то, что сама использую в работе или то, что мне нравится. Если вас что-то заинтересовало из предложенного мной списка, буду рада. Вот обучалки, они все активные ссылки. Вы можете более подробно посмотреть, поэкспериментировать, понажимать кнопочки. Как всегда, все вопросы можете мне задавать по электронной почте, в фейсбуке, в группе ИКТ Мастерилок. Презентацию можно скачать до сих пор в виртуальном кабинете до конца вебинара. Пока вы не уйдете, она будет вам доступна. Пожалуй, все. Жду уже на следующем вебинаре, он будет в марте. Мы поговорим уже о аудио и видео, о том, как это использовать все в работе библиотеки и школы. Спасибо вам большое за то, что были сегодня. Надеюсь, до новых встреч. Продолжение следует...